Доброе утро, в эфире новости. Меня зовут Антон Скаля, о самом важном прямо сейчас. Пожароопасный сезон начался на Алтае, как лесные службы региона подготовились к первым вспышкам возгораний. Православные всего мира сегодня отмечают Радоницу, Родительский день, расписание бесплатного общественного транспорта и другая полезная информация в нашем выпуске. 25 IT-проектов для развития городской среды разработали участники конкурса «Хакатон». Он проходит четвертый год подряд, чем удивили на этот раз. И вначале коротко о погоде. В течение недели температура воздуха в крае будет постепенно повышаться. В субботу она достигнет своего пика, когда в отдельных районах столбики термометров поднимутся выше плюс 20 градусов. Осадков будет мало только к концу недели. Возможны дожди, говорят синоптики. Погода сегодня в Барнауле, к слову тому, подтверждение. Продолжаем выпуск. С приходом тепла на Алтае стартует пожароопасный сезон. Лесные предприятия региона уже провели профилактические работы, а также подготовили оборудование и технику. Тему продолжит Вадим Слюсарев. С 12-го числа в Алтайском крае объявлен пожароопасный сезон. И многие лесные предприятия готовятся к нему. Мы сейчас находимся на одном из них. И подробнее о том, как идет подготовка к пожароопасному сезону, нам расскажет директор Барнаульского филиала «Алтай лес» Побежимов Сергей Юрьевич. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Расскажите, как вы здесь подготовились, какая техника, как используете, сколько человек. Здравствуйте. На вооружении Барнаульского филиала состоят два пожарных автомобиля «ГАЗ-66», которые находятся непосредственно здесь, на территории. И один автомобиль «Урал» находится на центральной усадьбе. Вся техника у нас подготовлена к пожароопасному сезону полностью. То есть на линейке готовности выставлена. Также у нас укомплектован склад ПХС полностью с рисованием пожаротушения. В случае возникновения крупных лесных пожаров мы можем задействовать до 100 человек для тушения этих пожаров. На дежурстве находятся три человека. То есть на рации сидит один и водитель с бойцом для выездов непосредственно для тушения пожаров. А вот расскажите, у вас здесь вышка, за которой следят, вот об этой технологии, то, что у вас все на удаленном доступе, человек следит удаленно, удобно. Да, то есть на вышке у нас стоит видеокамера. Оператор сидит внизу, в комнате дежурного, и наблюдает монитор за состоянием лесов. Вообще территория филиала 4063 гектара, но непосредственная территория городских лесов на данный момент 319 гектар. Остальная территория на лугах. Большое спасибо. Ну а я отмечу, что подробнее о подготовке к пожароопасному сезону мы расскажем в следующих выпусках новостей. А сейчас к другим темам. Сегодня православные отмечают Радоницу. Его еще называют родительским днем. Многие жители края в этот день едут на кладбище, чтобы привести в порядок могилы родных и близких. Городские власти организуют бесплатную доставку желающих посетить могилы на главные кладбища Барнаула. Их, к слову, пять. Это Черницкая, Новомихайловская, Власихинская, Ганьбинская и Затонская. Для этого будет выделено 83 автобуса и 17 трамваев. Транспорт будет работать с 8 утра до 6 вечера для тех, которые на личном транспорте подготовлены парковки на месте. Добавлю, инвентарь для уборки и мешки под мусор можно получить прямо на кладбище совершенно бесплатно. Для этого необходимо обратиться в администрацию кладбища. 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат жилье в этом году. Новоселье они будут справлять в конце апреля. Перед оформлением помещений все квартиры осматривают специалисты регионального минстро-транса, госинспекции, а также представители ОНФ. Те квартиры, которые ранее приобретались, например, на вторичном рынке жилья, было очень много нареканий. Конечно, с тем, что мы видим сейчас, не сравнить. Потому что сегодня это абсолютно новый дом, это достойный ремонт, это вся необходимая инфраструктура во дворе. И, конечно, у ОНФ по-прежнему на контроле остаются эти вопросы. В 2017 году в собственности Алтайского края приобретено более 260 квартир в Бийске, Славгороде, Новоалтайске, Тольменке и Рубцовске. В 2018 году на предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выделено 282 миллиона рублей. Из них 197 миллионов – средства федерального бюджета и более 84 миллионов – краевого. IT-проекты для развития городской среды разработали участники в конкурсах «Какатон». Он проводится в краевой столице уже четвертый раз. Его особенность в том, что заявленные участники должны разделиться на команды и за 48 часов разработать полноценный проект, который принесет пользу обществу. Чем удивили разработчики в этот раз, узнала Полина Жданова. В команде магистрантов из тех Алтайского госуниверситета Якова Филина трое разработчиков. Один пишет алгоритмы, другой разрабатывает приложение для смартфона, третий создает сайт, на котором будет отображаться вся важная информация. Команда работает над сложным, интересным и, самое главное, действительно полезным проектом – системой для мониторинга качества дорожных покрытий. Проект, который позволяет с помощью мобильного приложения распознавать качество дорожного покрытия, то есть если там разметка, размытая разметка, если яма на дорогах, и агрегировать всю эту информацию на одном информационном ресурсе, где ее можно будет посмотреть. Конечно, за двое суток без сна непросто создать полноценный IT-продукт, но это будет рабочий макет, который позже ляжет в основу уже более серьезной разработки. Все 25 команд, принимавших участие в Хакатоне, представляли идеи на одну тему – «Умный город». Это IT-проект в сферах безопасности, образования, культуры, экологии. Путь участников к финалу курировали эксперты в сфере бизнеса и информационных технологий. Они же оценивали, насколько работа команд соответствует критериям конкурса. Она должна, в первую очередь, быть полезной. То есть она должна решать какую-то конкретную проблему в конкретной целевой аудитории и решать это конкурентным способом. То есть понятно, что сейчас люди как-то уже решают эти проблемы. И если ты придумал такое решение, которое лучше, которое на рынке способно что-то поменять, у тебя есть потенциал к развитию и есть смысл развивать эту идею дальше. И мало того, как только такие идеи появляются, у них сразу появляются партнеры. Участие было бесплатным, а призовой фонд составил 50 тысяч рублей. Его разделили между тремя командами-победителями. Первое место заняла как раз команда нашего героя, Якова Филина, с разработкой дорожного мониторинга. На втором месте – разработчики инструмента по управлению социальными сетями. А третьими стали программисты, которые представили образовательный проект с использованием виртуальной реальности. Все намерены вложить призовые деньги в развитие своих проектов. Полина Жданова, Дмитрий Козерлыга. Новости. И к новостям культуры. Актер Федор Добронравов, известный многим по сериалу «Сват» и комедийному шоу «Шесть кадров», покажет спектакль по рассказам Василия Шукшина. Постановка пройдет в Алтайском краевом театре драмы 25 июля во время Всероссийского фестиваля «Шукшинские дни на Алтай». Название спектакля «Чудики» в основу легли девять рассказов Шукшина. Среди них «Космос», «Нервная система» и «Шмат-сало». «Экзамен», «Микроскоп», «Верую». Василий Шукшин считал своих героев людьми странными, но со светлой душой. «Мои чудики» — они именно такие, великие мечтатели, каковых по сей день так много на Руси. Все персонажи — простые русские люди, попадающие в непростые жизненные ситуации. Это люди настоящие, чистые и искренние. Они наблюдательны и остроумны. Им не чужды такие понятия, как честь, совесть и долг. Продолжаем говорить о культуре, оценить палитру. Горные колывания жителей и гостей краевой столицы могут уже сейчас. В Барнауле открылась выставка алтайского художника Александра Варова. Экспозиция продолжает серию выставок, представляющих творчество мастеров из разных уголков Алтайского края. Александру Варову 63. Его детские годы прошли в поселке Малиновое озеро Михайловского района. Профессиональное образование получил в Новоалтайском художественном училище. Его работы продолжают лучшие классики отечественной живописи. Много лет входят в состав краевых экспозиций. Главная тема картин художника – Колывань из Миногорска, где мастер прожил долгие годы. Колывань из Миногорска, они достойны того, чтобы о ней говорить в любое время. Потому что кто там бывал, тот знает. Ну и все мы знаем значимость этой Миногорска для Алтайского края, не только для Алтайского края. Я вообще называю его «жемчужиной» Сибири. На этом у меня все. Увидимся в следующих выпусках новостей.